Дорогие друзья, у нас надрела тема утюги титановые, те, которые мы используем при работе. Мастер реконструкции волос во всех процедурах. К нам пришла новинка, вы, наверное, все уже о ней слышали. Это МЗ Титани, в вишневом, в таком красивом цвете. Пришло две модели, в широком варианте и в узком. Вот такой вот узенький, он еще совершенно новый. Многие спрашивают, какой лучше брать, узкий или широкий. Я считаю, нужно брать два. Ну, по крайней мере, у мастера обязательно должно быть два вида утюга. Один вы используете по всей длине, второй вы можете использовать для челки узкий, для височных зон, либо отдельно для кончиков. Например, если у вас будет всего один утюг, каким бы образом будете работать с концами на низкой температуре, когда у нас есть техники запаивания здесь на одной температуре по основному полотну и кончики на другой температуре. Да никак, поэтому вам в любом случае нужно иметь как минимум два утюга. У меня их огромное количество, поэтому у меня есть возможность вам рассказать обо всех утюгах и рассказать, какие у них плюсы, минусы для каждого мастера. А вы уже выберите тот, который подходит больше вам. Итак, у нас здесь есть модель волосы, на которых я буду демонстрировать кое-какие нюансы. Если вы никогда не работали с утюгом МЗ, они у нас в двух исполнениях есть, в ишневом цвете и в золотистом, в основном все привыкли видеть его в золотистом цвете, уже больше двух лет мы предоставляем эти утюги, возим. Так вот, если вы никогда на них не работали, вас может насторожить необычный звук при использовании. И у нас поступают некоторые отзывы от мастеров, как будто этот утюг тянет волосы. На самом деле это не так. На самом деле у этого утюга довольно громкая ионизация. То есть, когда вы ведете по прятке, вам, скорее всего, не будет это слышно, но, тем не менее, я попробую это сделать. Когда вы ведете по прятке, особенно, когда на ней есть состав, издается характерный звук, как бы треск, как будто вы вырываете волосы. На самом деле этого нет. Послушаем. Ну вот, я это слышу, не знаю, слышно ли вам. Вам тянет? Нет. Утюг совершенно не тянет, волосы отлично запаиваются. Я уже сама перешла и работаю на этом утюге. Но звук такого, как бы, хруста характерен именно для этих утюгов. Это абсолютно не значит, что волосы тянутся или вырываются. Модель мы отпускаем. Итак, с МЗ-ами по запаиванию, по хрусту, я думаю, вам все понятно. Дальше, какие есть у него особенности. Сенсорное переключение. В обеих моделях, во всех моделях, есть сенсорное переключение. Для кого-то это удобно, кто-то любит пользоваться сенсором, а кто-то, наоборот, любит больше кнопочные, потому что сенсоры задеваются руками. Я использую, в принципе, сейчас и тот, и другой. Очень легкая модель, это ее отличительная особенность от других утюгов. Итак, подведем итог по МЗ. Первое, легкий. Второе, есть и широкие пластины, и узкие пластины. Третье, сенсорный. Ну и, конечно, титановый. Не титановые утюги я сегодня вообще разбирать не буду. Следующая модель, очень популярный утюг, Чупро. Их тоже несколько разновидностей в разных цветах. У меня есть и старые, и узкие модели, сейчас продаются только широкие. Я думаю, что вы на рынке нигде не найдете узкую модель больше. Он кнопочный. Здесь кнопки и блокировки кнопки, и переключение температуры. Все находится вот на этой панели. Честно, это не очень удобно, потому что вы можете задевать. Но, тем не менее, я длительное время работала именно на таком утюге, потому что считаю его одним из самых надежных. Он классно держит температуру. А без этого при выпрямлении кудрей никуда. Он немного тяжелее, чем МЗ. Но, не знаю, я люблю тяжелую технику, мне комфортно тоже ей работать. Вы просто выбираете тот, который нравится больше вам. У обеих моделей нагревается корпус. Обращайте на это внимание. Либо работаете с термоперчаткой, либо не работаете совсем, либо работаете, и палец привыкает к такой температуре. Вот у меня, например, руки к температуре нечувствительные. Как это можно определить? Если вы печете дома блины и переворачиваете их руками, значит, пальцы ваши выдержат, и все будет в порядке. Если вы используете различные приспособления при перевернутывании блинчиков, значит, у вас чувствительная подушка пальцев, и с такими утюгами вам лучше не работать. Тогда вы используете утюги, в которых имеются вот такие специальные подушечки. У нас в Кератенпроф уже сейчас нет этих утюгов. Вот такие подушки, можете видеть под палец, где не идет никакого нагревания. Но эти подушки еще неудобны тем, что в них находятся такие звездочки выпуклости, которые тоже натирают палец. Поэтому решать вам, либо он натрется, либо он нагреется. А теперь еще две очень интересные модели. Это утюг ультраширокий и ультратонкий. Посмотрите, какая большая разница. Это 8 мм, это 55 мм. Кто-то говорит, а зачем у них совсем широкий, ну, ультраширокий утюг. И многим не нравится то, что он сенсорный. Я считаю, что я вообще называю этот утюг поющим утюгом, потому что очень удобно, если вдруг вы задели пальцами, что-то отключилось, он всегда вам дает знать об этом. Нет такого, что, ой, случайно переключилось, и вы не заметили температуру. То есть он обязательно споет вам песню, что утюг выключился или переключился, изменил температурный режим. Также им очень удобно работать, когда волосы очень грины, густые. Запаивание происходит быстрее, где-то на протяжке две вы ускоряете свою работу. И еще раз говорю, что здесь все сенсорные включения, выключения, переключения градусов тоже на сенсоре. Утюг ультратонкий мы используем, конечно, для височных зон мелких волосков, мелких кудряшек и на челку. Также мужские стрежки легко обрабатываются этим утюгом. Здесь удобное переключение, кнопочное, но не на лицевой части вы не задеваете руками совершенно, а на внутренней части. Вы видите табло также на внутренней части. Также здесь есть подушка под палец, не нагревается совершенно утюг, удобно на нем работать. Рекомендую, это один из моих любимчиков от компании Happy Hair, оба утюга от Happy Hair. Я надеюсь, вам обзор этот был интересен. Вы запасетесь большим количеством утюгов, ну, хотя бы на каком-то этапе, конечно, не на начальном. Я вам рекомендую менять утюги, их нужно менять где-то раз в год, при интенсивной работе раз в полгода. И иметь различные типы, как минимум узкие и широкие, потом дополнение челочкой, дополнение суперширокие. Успехов вам в работе!